всем доброе утреннее здрасте господа у нас раннее утро 4 утра сейчас это вот смоленская область начинается и первая бипишная заправка решил дальше никуда не ехать вчера здесь стали переночевали как бы почему так рано потому что надо сегодня суббота надо сегодня выгрузиться но во всяком случае постараться вот ходил кофейку взял и чушь нету холодильник пустой полностью прямые ключики вот поэтому сейчас просто кофейку быстренько даже на ходу попьем и поедем предстоят у нас еще траты впереди вот сколько машина постояла 23 6 аккумуляторы показывать и это это с учетом того что ну не автономки ничего до ноутбук будет подключен это говорит о том что нашим аккумулятором хана сейчас придут холода и с автоном как и не переночуешь с ней с ними утром ты ее не завезешь вот поэтому на зиму нас тут еще сейчас аккумуляторы замена вообще новая машина новая резина новая колодки новая аккумулятор новая авто новая номера огонь новая автомобиль шефчик заикался может гелевые поставим или как они там нити его нет нити гелевые она не дорогущие ну что да он такой разговоры такие разговаривал посмотрим но пока чего все будем заводиться так точки страна начала россия так а чушите все заряжаем молотки свете от блю нету и топлива нету это сейчас погаснет эта фигня короче будем выдвигаться топлива 6 процента но это в баках заправки мне здесь километров наверное с 200 чуть больше на выгрузке мне 539 километров 289 километров до границы заправки кентра 200 200 чем-то не хватит этого топлива доехать в баках все покатили но ну так и предполагалось наши аккумуляторы они долго не вытянут один сигнал джиме солью прям паровозов набрал все кубатуру кубатуру китай 120 кубов китай молотить значит и китай тоже ставок скоро не будет их уже и так нет что ровно 4 утра вот во сколько надо с москвы уезжать я когда вчера зешел сплошной поток сегодня вот пожалуйста никого вот какое время надо по пятницам сегодня суббота 21 осталось 9 зенечков лето всего и лето кончится к сожалению мальцам вчера в мальцово говорили машинка работать работала я когда становится на заправку тут вот стоянки в мальцово есть я смотрю тут постоянно машин много стоит но я чуть ни разу не ночевал здесь тут кафе вот здесь прямо здесь все грузовиками забито говорят шашлык вкусный ни разу здесь не доводилось а он смотрится мальцово машинка смотрите нормально меня даже решили остановить доброй ночи здрасте уже утро я только выехал только выехал со стоянки вот бифишка распечатку еще делать больше нечем распечатки давать вот как решил не брать мне вот даже самому интересы у нас топлива в баке в баках то что там 0 процентов уже стукнуло 200 километров назад вот но лень же передувать с одного бака в другой поэтому ну вот и еду ну вот уже проехал вот заправка все тут у нас царство гиртеки опять все колейка или что и они просто спят они все нормально так отблю занято ладно тогда мы сразу поехали заправляться вот 100 километров я проезжал на одном баке когда топливо было только в одном баке когда становилось 0 процентов 100 километров проезжал без проблем но вот сейчас на двух баках проехал 200 километров с 22 тоннами сейчас мы утро за интересы пойдем это дело и замеряем сколько штамм сейчас померяем это дополнительный 8 сантиметров 8 умножить на 11,3 ну врубок 90 литров правильно так 8 умножить на 11,3 90 литров мы дополнительный заливать не будем можно либо в дополнительный либо в основной я 500 литров залью назад будем выезжать тогда уже заправим все полностью идем померяем в основном укрепка doen плеч так плеч поэтому помог учебница слушай 。 А здесь 7 сантиметров. 9,7. Это совсем тут раз математикой. 7,8,56. Короче, на 9,5 надо было. 7 умножить на 9,5. Здесь 66 литров. Шестая колонка. Шестая колонка. Ну, сейчас 500 литров залью. Получается 90,66,150 литров. Можно иметь в виду. Интересно даже, сколько бы она дальше ехала. Как-то не хочется испытывать до полного. Пока не заглохнет. Ну, все. 500 литров заливаем. А все остальное полностью потом. И сейчас еще под ту колонку подъеду. Бачок отблю, залью. Канистры трогать не буду. Так. Пока она льется, надо это. Стекла боковые. Помысь. Сим-сим. Откройся. Так. Чики-чики. Помыть боковые стекла. У меня уже обслуженный через 928 километров выдает. Наверное, будем скоро на ТО заезжать. Ну, в общем, будем теперь знать, что 900... Ой, 200 километров за. Я думаю, что еще... Еще, наверное... Ну, так вот, если на двух паках ехать... Ну... Хрен его знать, сколько она не выпирает. Когда она в воздухах лопанет. Ну... То, что можно еще смело ехать. Километров... Короче, как ноль на двух паках загорается, километров 300 можно еще смело. Так, пошли. Теперь... Да, по этой карте отблю заправлять. Вот она, красная горка наша. Сейчас посмотрим, что тут у нас. За это время изменилось что-нибудь, не изменилось. Что тут может измениться? Я думаю, что ничего тут не поменялось. Тоже вот, да... Я так до сих пор вот этого вот бояться не могу. Может, у кого-то есть логическое объяснение? У меня нет. Я так до сих пор... Я так до сих пор не успел... На поезде можно. На самолете можно. На автобусе нельзя. Вот, как вот мне. Беларусу заехать в Россию. Ну и легковая машина, соответственно, то же самое. россияне не впускает и в беларусь тоже россиянам знакомые приезжали сами там выходцы из беларуси приезжали чтобы попасть беларуси приходилось делать скучались каким-то так небольшую тайну расскажу с каким-то домом отдыха санаторием каким как бы договор что якобы они едут на лечение беларусь все и показав этот договор и выпустили из российской федерации а так если вот просто сказать что я еду просто потому что хочу у вас развернут у вас не выпустил и соответственно то же самое садитесь пожалуйста поездом поездом держать вообще никаких проблем самолетом летите вообще никаких вопросов даже в беларуси у нам наверное и пациента не надо гражданам россии сдавать ну нам нужно ну вот видится пограничники вот все вот питерские номера все вот пропустили счету может сейчас уже конечно я думаю сейчас уже попроще стало то есть уже можно вам уже чего-нибудь на говорить не проехать ну просто вот мне вот это весь прикол не понятен почему на это можно на этом нельзя в чем разница и соответственно сейчас там дальше на въезд в россию на сегодня суббота утро венцы колейки пока на россию нет колейка здесь будет уже сегодня к вечеру начнет собираться ну и завтра в воскресенье здесь будет колея в субботу никого нет ну а старшей стороны с белорусской вообще по идее никого 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 нету то есть ей тик тук куда хотите кто хотите туда-сюда беларусь россиянин каких-то такие вот здесь все говорим там да союзное все государство там туда-сюда там роуминг собираются делать уже чуть ли не там то есть уже можно будет белорусской симкой в россии пользоваться без проблем без роуминга ну и соответственно российская беларусь но это вот это вот ограничение почему-то продолжает действовать все обратно на родину вчера только уехали завтра возвращаемся сейчас посмотрим что тут с белорусской стороны ну кроме транспортников я думаю ну и казино вот этого больше никого-то и не должно быть транспортники по идее немножко стоят что ты мешаете допустимую скорость здесь рейт обменники страховки на белорусы у нас все есть годовая действует мы переделали на другие номера сейчас задача наша науколе пойти не знаю как это будет надо сдавать старые или они просто взять другие данные вбить в наш прибор там все же осталось все привязано все карту там это облачивали таковая единственное что что нужно это только изменить номер сейчас посмотрим в таком случае надо заезжать эти этот вопрос решать решать без прибора без оплаты дорог в беларуси не поедешь вы видите даже белорусской стороны вообще никого нету вообще даже транспортников нет езжайте пожалуйста хотите россияне хотите белоруси кто хотите идти и идти никаких у нас ограничений не не а а а а а а чего не скажешь про российскую федерацию как я уже думал уже пора вот это вот отменить ну нифига так хочу одно дело вот никому нельзя а другое дело там ну нельзя например то есть ну почему-то на этом можно так нельзя в общем короче лабуда какая-то получается думаю ничего страшно если мы здесь останемся прям под колонкой ничего себе вот такие были раньше сейчас она говорит настраиваете оси я груда где прибор вот ушел в руках держится вот теперь как выглядит белорусский приборчик видите насколько он стал меньше все оси настроены вот 4x горит 4 более осей сейчас мы его повесим так да еще разобраться все сейчас видите сумного модно сделали красиво зато тоже никаких липучек не надо ничего просто вот прилепил его вот сюда например вот и все вот так вот прилепил и все так один то я сдал который у нас был у нас было вообще два прибора вот еще 2 но этот 2 он был зарегистрирован ну ему была привязана карта е100 чтобы его сдать у нас там что-то было одно время карту заблокировали сейчас сказали что карту разблокируют ну вот я у них ходил они говорят что карта заблокирована а если его так просто сдать туда не вернется залог залог там что-то залог нынче уже сто сорок семь рублей тогда был 113 сейчас уже сто сорок семь рублей курс растет вот 50 50 евро практически тоже деньги правильно просто так хотя они нам как бы в таком виде не вернуться но они вернутся на эту карту на е100 и и микро ли можно там заправиться например поэтому сейчас пускай разбираются пока будем мы тут по беларуси кататься назад выезжать если карта будет разблокирована с дома вот и все можно ехать вроде обещали вчера это е100 разблокировать чуть не разблокировали тогда выгрузки 245 отсюда на это вот конвой наверное алкоголь везут пацаны в конвой становится рэфы наверное да спиртное везут скорее всего алкоголь по беларуси есть и тракцитов то под конвоем ну я так слышал насколько правда не знаю вот 245 этот группа нам три часа пускай заехать там чего-нибудь за мясом заехать а как-то без мяса проехать и более холодно есть на чушь это пустого кофе попил с утра это группа еще полчаса того ну как у меня еще три года по идее к часу дня должны быть в минске в общем то нормально они вчера сказали что до четырех приехали если мы к часу приедем вообще все будет красиво сейчас мы попроверим этот запикает приборчик или не запикает блин надо его перевесить вот где-то потом хотя зачем я просто к чему что если вот там как бы крепеж для европейских там польский австрийский но его в принципе можно и так повесить не буду ничего перевешивать такс еще раз смотрим четыре оси и более вот впереди рамка ну чем вот этот момент что надо постоянно как бы деньги вложить вот прибор вкладывать власть власть короче не важно и все прибор арбайт а так когда сделаешь пост оплату вот какая у нас была и все едешь тебе пим 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 потом это ДКВ за нас оплачивает потом нам счет выставляет никаких проблем ну в общем то и тут то сейчас я положил до Минска и обратно если надо будет куда-то еще ехать с тех пор автооплаты в принципе хватает заехал там два раза начинал из просилка два раза начинает пикать предупреждать это еще на 160 километров платных дорог еще можно ехать и ехать можно менять можно не менять короче там уже начальство как решит большого труда тут заехать буквально 2-3 минуты остановился деньги закинул кофе купил поехал все короче теперь мы летим то ли завтракать то ли обедать короче вперед завязан по-русски Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 напомнили что у меня здесь поймали на казахских номерах какого-то такого-то числа вы были за рулем я гордо я пойдемте заплатили ну пойдем сейчас нарушил ответ вот и минск на горизонте не так часто с этой стороны мы в него заезжаем кстати топлива у нас 205 стоит а если его российские перевести почти 70 рублей подождите какие 70 что я загнул на ее 60 с математикой не то а вы не жишься 9 250 долларов что я не только считал короче где-то в районе 60 рублей 57 вот так вот под 60 что-то у нас дороже россии там еще 49 50 мускор конечно полтинник уже будет везде у нас уже под 60 80 можно ехать даже микрорайон на ручье называется с этой стороны город герой минск здорово столица не виделись и сутки назад уехал вот военный городок получается вот справа там слева тоже военный городок воинские часть дальше служит даже до владелец спорт комплекс с левой стороны а давайте он назывался сейчас дворец спорту ручьи пуска армейского спорта так вот сутки военные городки военный городок здесь так ладно как мы уже в принципе почти приехали мы сейчас прямо съезжаем даже раньше приехал час времени а а через 100 метров держитесь правее правее потом левее нам здесь нужно повернуть налево через 200 метров электробусы нашей местного производства через 50 метров поверните налево я думаю что не такой уж он был и красный с оттенком небольшим зеленым готовьтесь к а через 900 метров через 900 метров ну и что что у нас получилось по итогу сейчас поспорим пока тут 808 ну еще километр 809 километров с дзержинского сюда расход 29,3 получился с 22 тоннами в принципе я считаю что расход довольно таки неплохой вот мы сейчас там налево повернем на этом стаффлай на следующем а если туда дальше по прямой и поехать и по левой стороне туда левее уходить там потом через лесочек и воинская часть где довелось свое время полтора года родине отдать день в день причем не будем борзеть не будем борзеть жире грузовиков запрещено но нам очень надо сюда поэтому мы едем как бы типа вот дальше запрещено вот сюда направо на лесопазу все прибыли еще за пару часков погрузиться я думаю так оно и будет в принципе тут ребята за пару часов пока расчехлимся довольно быстро выгружали уже как свои уже третий раз два раза я приводил один раз необычно вот здесь вот нас выгружает поехали сразу развернемся и ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что время 10 минут 3 Все Парни тут лихо взялись выкинули Пришлось правда вот одежду Михаила Владимировича одеть Не по размеру Полностью все показывать не буду Засмеете Немножко у нас это Комплекция разная Сейчас мы тут все это Упакуем Запакуем Наведем красоту И поедем на стоянку Пока Никаких загрузки Ничего нет Все братцы 16.00 Мы свободны Отлично Что так все получилось Здесь Барни тут молодцы Красавцы Быстренько Шустренько Я дольше здесь потом развязывается Развешивал Ремни Ну как это Тягомотины Этой занимался Не знаю Я не могу Когда у меня валяется Должно висеть Как положено Как мне надо Как положено Когда просто валяется В прицепе Вот так вот Сюда Мусор Так Ну что дальше Сейчас мы едем На стоянку Попробую Сейчас Как бы вот там Стоянка Где я всегда Ставил машину Раньше Ну до этого Ну так Которая возле дома Понятно Уже говорил Что ее закрыли Для нас Для простых Смертных Та на которой Я ставил Она находится На другом конце Города Что отсюда Да и от меня На другом конце Сейчас попробую Я здесь видел Возле кольцевой Другую стоянку Там как бы Такая площадка Смотрю Там маленькие стоят Ну и прилично Фурт там стоит Это вот здесь Недалеко Поэтому мы сейчас Выскочим Ну туда На проспект Независимости Потом Намкат Короче как мы ехали Намкат И поедем Попробуем Там поставить Отсюда мне домой Ближе Ну и плюс Отсюда не надо Гнать на другой Конец города Машин У нас тоже Вот да Дурдом Брот Тут город Город Минск Большой город Со стоянками Проблема В городе Грузовую машину Поставить А просто так Машины в городе Ставить нельзя Вот просто Где нибудь На дороге Поставь Даже если Знака Грузовую Туда нет Поставь на ночь Машину Утром Придешь И это хей На колесе Будет Как она называется Правильно Я не помню Кандалы Короче Полица И наши Приезжают Вешают И все Парковка В городе Особенно Там Вблизи Домов Грузовиков Запрещено Хотя Если даже Куда едешь Под знак Знак Грузовика То есть Знак Грузовым Запрещено Нету Парковать Машины В Минске Запрещено Это как В Голландии То же самое В Голландии Например В порту Ну Насколько Я знаю В портах Парковка Вообще Запрещено То есть Ты должен Приехал Выгрузился И Куда хотите Туда одевайтесь Вот и у нас Что-то такое Похожее Ну сейчас Попробую Не знаю Видел Что стоят Сейчас Посмотрим Получится Не получится Там ее Воткнуть Нет Ну что делать Погоню Туда Где ставил Всегда До этого Здесь Как раз Отсюда Получается Совсем Недалеко Тут МКАД Буквально Вот сколько Тут километр МКАД Площадь Площадь Победы Площадь Независимости Короче Через весь город Через самый центр Это считается Самый центральный Проспект города Минска Вот Знаете Какой красавчик Белазар Беларусь Беларусь Банзара Нет Смотрите Даже полицаи Стоят Пропускают Мигалки Не включают Правда Смутно Представляю Как туда Можно Подъехать К той Стоянке Ну как Тож Можно Сейчас Попробуем Вот Он Кат Давайте Дайми Педаль Ко Этого Транспортера Транспортера Дальше Как бы По прямой Все Грузовикам Невольно Дальше Нелестя Сейчас будем Пробовать Что из этого Получится Не знаю Ну Если долго Мучиться То что-нибудь Получится Вопрос Только что Так не хочется На другой Конец Города Ганать По кольцевой Машину Жалко Столько пробега Лишнего Так Вот точно Знаю Что Заезжать Сюда А потом А потом Вот как Я смотрю Куда-то Грузовод Пуфура Поехала Куда она Поехала Вот он Куда-то Поехал На ней Знаете Наверное Возможно Он туда и поехал На ту стоянку Очень может быть Давайте-ка Мы ему На хвост Сядем Тем более Там еще и номера Казахские Стоянки Здесь Вот за этим Вот торговым Центром Там Дальше Возможно Он туда И поехал А вот я смотрю Там грузовики Стоят Может Это на выгрузку Сюда В этот Корон А может И нет Наверное Я вовремя За этим К парня Зацепился Так бы Я бы По прямой Поехал Я бы Сюда Не свернул Казахские Номера Куда Белару За рулем Сидит А парковка Вот она Вот этот Торговый центр Проезжающий Вот она Там дальше Сто процентов Парня Туда едет Мне отсюда Удобнее И добираться Ну да Ну да Ну да Прицеп Казахский Тягач Польский А нет Прицеп Белорусский Тако Желтые Номера Тягач польский вон видите грузовики стоят вот сейчас мы здесь спросим можно тут нам крыш вортоваться или нет найдется для нас местечко или нет так то парковка большая куры стоят вообще красиво сюда без проблем ставьте и отлично ну и все и никаких вопросов не сказал бы что отсюда тоже очень удобно домой добираться но и не сказал что слишком плохо в любом случае мне отсюда ближе так между красной и белой а вот сюда ну чё-то добраться все начали мы как бы так усердно но пока ничего на выходные у нас нет поэтому ну мало ли может появится может завтра поездим грузиться может в понедельник скорее всего что в понедельник в любом случае чего туда найдем поэтому все ставим аппарат пускай отдыхает и погнали на дому так ну что то ставить бы нужно было двери открыть о все огонь закрываемся точки страна завершения беларусь субтитры подогнали Симон.